врубился с Бадром Харри сражался Андерсен с Сильва с Реми Баньяске и кстати Харри он в Мадриде по моему в Мадриде Харри его тогда выиграл Харри выиграл, да, отправив Андерсена в нокдаун но я помню споры были, хотя я считаю, что Харри победил в том поединке но были споры всего того, что потом Андерсен все таки выровнял бой в этом турнире это мечта была настоящая я тренирую тяжело для победы, конечно вот Андерсен показал, что двумя все, кто знает, он лучший парень в мире ну, я думаю, что я могу развивать немного больше но, конечно, я готов для этой борьбы я тренирую тяжело у меня есть женщина у меня есть девочка у меня есть больше мотивации я стою рядом с моим девушкой и я даю ей больше мотивации итак, Андерсен Брэдек Сильва говорит, что он готов что это его мечта, которая стала явью он готов показать все, на что он способен тем не менее он все еще развивается но он готов выйти на ради своей семьи, да, он еще готов да, да, да у него есть жена, у него есть ребенок да, это его мотивация, как он сказал да, большая мотивация ну, я думаю, что данное видео когда говорил Андерсен Брэдек Сильва было записано после какой-то большой спарринговой тренировки потому что выглядел Андерсен Сильв так, как будто бы и так же пару боев провел изможденным, да, согласен Игорь Юркович, человек, которого российская публика прекрасно знает бился Игорь Юркович с тремя бойцами с полсоветского пространства побеждал в равном бою Владимира Минеева, нокаутировал Павла Журавлева и проиграл забитую Самедову набрал, кстати, так Андерсен Брэдек Сильва довольно-таки равный бой был забитым Самедовым просто Самедов в первом раунде отправил в нокдаун Ну, я думаю, я скажу так, что и Юркович набрал прилично, они с Минеевым когда боксировали в 95 или в 96 килограммов сейчас-то Юркович, я думаю, что времена, когда весил в 95, и Невский Юркович такая размашистая техника А Брэдек Сильва, кстати, тоже выступал до 95 когда-то Ну, я думаю, что оба, да, они уже так с улыбкой, наверное, вспоминают Интересный бой, в принципе, наверное самый равный поединок, если изначально говорить о тех боях, которые вы... Самый непредсказуемый, по крайней мере то есть, такого явного фаворита здесь нет Ну а давайте все-таки попытаемся угадать Давид, ты думаешь, кто выиграет в этом бою? Я, наверное, чуть-чуть все-таки дам больше шансов Андерсону Брэдеку Сильва Алексей? 50 на 50 таких ответов быть не может Ну, тут уже сейчас попадаешь Поговорить даже бессмысленно Да, я скажу, что мне кажется, Андерсон Сильва выиграет в этом бою Вот Теперь уже понятно Ну, хотя у Игоря Юрковича он довольно-таки бьющий спортсмен Левша, нестандартный, неудобный Жестко бьет Андерсон Брэдек Сильва, кстати, тоже нестандартный такой пластичный, скоростной боец мы видим Попадает, он такие комбинации хорошие проводит Два нокдауна и выигрывает этот поединок Андерсон Сильва Я просто предлагаю делать какие-то предсказания Думаю, всегда интересно Да, это будет интересно Посмотрим, кто из нас лучший прогнозист Кто лучше предсказал, журналисты или профессиональные бойцы Итак, получается, во втором полуфинале встретятся Гохан Саки и Андерсон Сильва Вот кто фаворит данного вопроса? Мне кажется, бесспорно, Гохан Саки фаворит Мне тоже так кажется, Алексей Ну, хорошо, за счет чего, вот так скажу Андерсон Сильва может выиграть у Гохана Саки? Андерсон Сильва у Гохана Саки? Вообще, за счет чего? Теоретически, если ты будучи, например, тренером или будучи Андерсоном Сильвы как бы строил? Если бы вот сейчас я видел уровень Андерсона Сильвы у нас был бы где-то час я бы ему просто сказал молись Вот так Андерсон все-таки боится не такого уровня чтобы молиться, то есть это не Роу Мору Согласен, но тем не менее Это далеко не Роу Мору Если вот смотреть, как Гохан Саки провел свой поединок хотя у него, конечно, соперник был легче Роу Мору, да, в лице Роу Мору но тем не менее, Гохан Саки Но заметьте, они оба закончили досрочно в первом раунде поединки Да, и оба два раза нокдаун соперника добавляли Да, и сейчас, я думаю, довольно таки ну, они будут не уставшими и не травмированы вот, ну, хотя у намного был более серьезный соперник у Андерсона Брэда и Сильвы потому что